Уважаемые коллеги, следующий доклад предлагается профессору Вактангу Михайловичу Миробишвили «История регистрации онкологических заболеваний в России и Санкт-Петербурге». Глубоко уважаемые коллеги, прежде всего разрешите приветствовать вас на нашем форуме. У нас по программе первым должен был выступать Валерий Валерий Старинский с докладом о состоянии ракового регистра России. Но так как мы на протяжении многих лет совместно работали в этом направлении, я хотел бы все-таки несколько слов сказать о состоянии этой системы. В 1996 году, после того, как мы сформировали первый раковый регистр на уже новой основе персонифицированных данных, мы предложили распространить уже эту новую систему на всю страну. И так как головным был Московский институт Герцена, то, конечно, им было дано задание как раз курировать эту проблему в целом по стране. В 1996 году был издан приказ номер 420 под названием «О создании государственного ракового регистра». Мы на том этапе, в общем-то, не считали возможным в нашей огромной стране как-то обобщить по всем административным территориям все это вместе. И, собственно, так оно и было принято решение, что по стране обобщение данных идет по формам государственной отчетности. Две формы. Форма, которая сводит данные для расчета заболеваемости, и 35-я форма, которая дает возможность проводить аналитические характеристики. Но вместе с тем, где-то через 10 лет после того, как был издан этот приказ, было принято решение базу данных, деперсонифицированную, передавать в Москву. И вот вчера Грицова Ольга Петровна как раз докладывала о состоянии этого дела на нашей секции по организации. Вот. Достаточное количество, ну и где-то больше половины уже, наверное, территории России ежегодно представляют данные на электронных носителях. И в Москве идет обобщение этих данных. На данном этапе пока никаких обобщающих изданий в этом плане не произошло. На отдельных территориях страны сформированные раковые регистры представляют свой собственный анализ. И есть и отдельные издания. Вот. У кого-то есть, получается, это лучше, у кого-то хуже. Страна огромная. Эти вопросы тоже мы вчера рассматривали. Есть прекрасные достижения, прекрасное кадровое обеспечение, профессиональное обеспечение этой проблемы. Но вместе с тем, так как абсолютно все территории страны сейчас обязаны представлять сводные данные, то картина распространенности рака в принципе ясна. И институт Герцена ежегодно издает по две книги, по которым можно судить о состоянии дел. Моя задача, непосредственно в моем докладе, представить историю регистрации рака в России. Ну, если так откровенно говорить, это история о регистрации рака все-таки в СССР, в том числе, где была, естественно, и Российская Федерация. Ну, вот эта картинка, с моей точки зрения, печальная, я надеюсь, что на последний раз в таком виде. Здесь представлено число раковых регистров в стране, вернее, в странах мира. И фиолетовым цветом это страна, где полностью, Австралия, Канада, ряд наших скандинавских стран, полностью охваченные, так сказать, по территории раковым регистром, персонифицированным и с достаточным дальнейшим анализом. А вот голубым это страны, где несколько есть регистров, они не полностью охвачены. А вот зеленым это страна, где есть один регистр. Вот эта зеленая огромная зона, которую вы видите, она зеленая только благодаря тому, что нам в Петербурге последние 30 лет была представлена возможность в раке на пяти континентах показывать данные. Началось это с 1982 года, когда мы подготовили, наш институт был головным по организации, мы подготовили рак к третьему тому раку на пяти континентах приложение злокачественного образования в СССР и союзных республиках и сразу стали готовить материалы уже по персонифицированным данным по Ленинграду, Петербургу. Причем понятно, что на раннем этапе, как и во всем мире, данные собирались вручную на бумажных носителях. А уже когда мы в 1993 году создали первый раковый регистр в стране, работающий по международным стандартам, уже это были данные персонифицированы. Но отправляли, конечно, в МАИРМы деперсонифицированные данные. И накопленные материалы позволяют, конечно, намного глубже и интереснее рассмотреть все те проблемы, которые связаны с онкологией. Вот здесь показаны основные причины рака. И понятно, что вот это темные пятна – это первая главная причина. является рак предстательной железы, розоватый цвет – это первое место в структуре онкологической заболеваемости мужчин, рак легкого. Но вот в Монголии мы видим, что это рак печени, в азиатском регионе рак желудка, ну и так далее, и так далее. Это данные 10-го тома. Но по женщинам все проще. В том плане, что практически во всем мире первое место, на первом месте находится рак молочной железы. Но вместе с тем мы видим и территории, где вот зелененьким цветом первое место занимает рак шейки матки. Это отображение и экономической ситуации соответствующих территорий. Теперь несколько исторических моментов. В этом году в Москве на пожертвование Морозовых была открыта больница на 56 коек для больных раком. То есть только в начале 20-го века было обращено внимание на то, что нужно на эту проблему направить внимание и начать лечить. Понятно, что это были в основном больные уже с запущенным процессом и была, так сказать, утешительная терапия. В Петербурге где-то в это же время, в 2011 году, была выстроена Еленинская больница для бедных женщин с онкопатологией. Работа, конечно, велась в том же плане. Были попытки, естественно... Ну, во-первых, было создано Всероссийское общество в 2008 году. Борьбы с раковыми заболеваниями. И в 2014 году состоялся первый Всероссийский съезд по борьбе с раковыми заболеваниями. В это время стали проводиться итоги, в основном на госпитальном этапе, попытка рассмотреть степень распространенности рака. И вот Левшин подготовил вопросный лист для собирания сведенных о рака. Таичкин докторскую диссертацию провел тоже на материалах Санкт-Петербурга. И были исчислены некоторые интенсивные показатели смертности. Это было 8 на 10 тысяч населения или 83. И самый главный момент – это удельный вес умерших от рака составлял 3,6%. Но сейчас по России этот показатель чуть выше 15, а по Петербургу практически 25. То есть это изменение в принципе структуры онкопатологии, смертности, в том числе заболеваемости и смертности, естественно. Тогда же была определена структура, что на первом месте было в начале века. У мужчин это желудок-пищевод, у женщин – матка. Данные прозектуры – это был основной источник возможного анализа ситуации. Те же самые характеристики, в основном желудок-пищевод и рак матки. И в 2013 году Петров представил вот те данные, которые перед вами. Это уровень смертности. Понятно, что это грубые показатели по четырем городам Российской империи, где самый высокий был показатель по Варшаве. И видна динамика этого процесса нарастания проблемы. В первые годы советской власти был организован ряд научно-исследовательских институтов. В 2018 году в Петрограде – рентгенорадиологический, в 2020 – в Харькове и в 2020 – не онкология Петрова. В конце 2023 года в Петрограде была введена регистрация заболеваемости. Я хотел бы обратить внимание, что речь шла о том, что регистрировались все виды заболеваний. И в этом огромную роль сыграл Захарий Григорьевич Френкель, основатель кафедры социальной гигиены 2-го медицинского института нашего города. И вот что тогда было выявлено, что в Ленинграде от рака умирает в два раза меньше, чем от туберкулеза. Такая была ситуация. Тогда как в Европе и Америке от туберкулеза умирает в два-три раза меньше, чем от рака. Это тоже социальные аспекты, те проблемы, которыми занимался Захарий Григорьевич Френкель и его последователи. До Второй мировой войны, или вернее до Великой Отечественной войны, как мы привыкли у себя говорить, начала вводиться регистрация рака сначала в больших городах. Но с началом войны, понятно, это прекратилось. А вот 30 апреля 1945 года было опубликовано постановление Совета народных комиссаров о мероприятиях получения онкологической помощи, и фактически было принято решение о создании системы организации онкологической помощи в стране. Была возобновлена регистрация больных в больших городах. И вот с 1948 по 1952 год, видите, количество городов возросло с 750 до 13 тысяч. А уже в 1953 году в СССР вводится повсеместная и обязательная регистрация онкологических больных. Я вам показываю обложку первого издания. В 1962 году, когда проводился очередной всемирный конгресс рака в Москве, вот к нему была подготовлена вот эта книга «Организация против рака и борьбы в СССР». И последующие были издания в 1965 году, но к этому времени как раз появились первые два тома рака на пяти континентах. И первые два тома, как и первые издания у нас, они малонадежны. То есть это начало работ, это становление системы, и поэтому для каких-то динамических рядов, эпидемиологических оценок эти материалы невозможно использовать. Ну так как и у нас где-то с третьего тома рака на пяти континентах, у нас с 1970 года уже более-менее устойчивые показатели были, уже система налажена, и вот от этой точки можно оценивать динамические ряды. Хотя, конечно, и на Западе, и у нас есть определенные проблемы. Я уже не говорю о количестве. Вот это следующее издание, которое было у нас подготовлено Сиренко и Роменским. При участии, все эти издания, которые я показывал, они были проведены с участием сотрудников нашего института и Министерства здравоохранения СССР. Потому что неонкология Петрова находился в структуре Минздрава СССР. Неонкология Петрова по заданию Минздрава в 80-е годы подготовил комплекс программ по развитию информационных систем онкослужбы. И они были приняты Минздравом, но, так сказать, страна не существовала. Существовало достаточное времени, поэтому было отложено. Тем более, это были не персонифицированные данные на больших машинах типа ЕС, Минск-32 и прочее. В 83-м году нами было издано приложение к третьему тому «Рак на пяти континентах». Я вам это как раз говорил. Вот как выглядит в 48-м том приложение «Раку на пяти континентах». Было таких два издания в 82-м и 83-м году. В 80-е годы при подготовке к очередному изданию «Рак на пяти континентах» в 6-й том, мы подготовили ряд территорий. И была издана книга «Злокачественное образование на избранных территориях». В этой книге впервые был представлен широкий перечень локализаций, потому что до этого периода официальная отчетность в стране включала только 10 нозологических единиц. Они составляли достаточное количество удельного веса от всех злокачественных на образовании, но, конечно, это были только ведущие формы злокачественных на образовании. То же самое касалось детей. Причем возрастные группы, в которых собирались сводные данные. Первая группа была от нуля до 30 лет. И Аркадий Михайлович Мерков, который фактически формировал это, он был начальником отдела статистики Минздрава, говорил, что там почти нет никаких случаев «Рака», поэтому там действительно малое количество. Но мы знаем все те закономерности, которые в этой группе у детей, у подростков и у взрослых, совершенно разные структуры и разные подходы. И в последующем, вот с 6 по 10 том, только Санкт-Петербург был представлен в «Раке на пяти континентах». Ну, это обложка 10 тома, который мы получили как авторский, так сказать, экземпляр. Мы провели огромную работу, конечно, по методологии создания. На 30 территориях страны работают наши программы. После проведения школы онкологов мы предложили тем, кто работал по нашим программам, все-таки подготовить материал для представления в следующий 11 том «Рака на пяти континентах». Мы подготовили в 2011 году двухтомник онкологическая статистика по методологии анализа. И в прошлом году, первый, второй том в прошлом году, они были переизданы в Германии. Вот первая часть, вторая часть. Конечно, я считаю важным, нужным и очень интересным издание монографий по выживаемости онкологических больных. Когда мы начали готовиться к первому тому, мы посмотрели, каков уровень выживаемости у нас и в среднем по Европе. Оказалось, что данные наши близки. Только после этого мы приняли решение готовить вот этот первый том по всем локализациям, по всем возрастным группам, по всем стадиям и многим-многим другим параметрам, включая гистологические, распространенность гистологических типов опухолей. Вот. Эти книги здесь сделаны информационные на двух языках, на русском и английском, поэтому мы готовы всем представить, желающим, если нам дадут электронные адреса, переслать, и можно ознакомиться с тем, что здесь происходит. В позапрошлом году мы выпустили экспресс-информацию, вот эту первую, она тоже на русском и английском языке. В этом году только что вышло второе издание с большим добавлением раздела выживаемости по тем территориям, которые мы по северо-западу смогли к этому подключить. И в прошлом году мы обобщили данные по всем годам работы нашего ракового регистра Петербурга за 18 лет и издали монографию уже не по отчетным данным, а по данным базы регистра. Там есть и географические составляющие, и точечные картограммы, и многие другие элементы. Естественно, что большой раздел выживаемости, наиболее объективно освещающий эту сторону деятельности. Я хотел бы еще обратить внимание на то, что вчера на нашем заседании было представлен целый ряд интереснейших сообщений, которые показывали разнообразие нашей огромной страны, сложности, которые существуют, огромный труд, который приложили наши коллеги для того, чтобы все это делать, с тем, чтобы иметь более объективную информацию, чем она собирается по официальным данным. И возможности здесь, конечно, огромные. И также в прошлом году мы на двух языках, на русском и английском, сделали вот этот толстый, больше 500 страниц, злокачественное наблюдение в Северо-Западном федеральном округе совместно со всеми административными диспансерами наших территорий Северо-Западного региона. И в конце все-таки я хотел бы показать и обратить ваше внимание вот на эту картинку. Я уже сказал, что мы начали, вернее взялись подготовить монографии по выживаемости, только когда увидели, что качество работы достаточно высокое, и мы имеем право их представить публике. Потому что сделать хорошую выживаемость очень просто, это не надо ничего делать. И все умершие будут живыми, и, к сожалению, есть целый ряд территорий в России, где этот процесс пока не восстановлен, потому что нет доступа к базе данных, но огромное количество территорий делает это так, как нужно. Так вот, посмотрите, пожалуйста, все-таки тенденция развития, тенденция динамики выживаемости однолетней, пятилетней, десятилетней положительная. И понятно, что вот и докладывали вчера вот многие наши коллеги, огромные средства выделены, диагностические, новые появились комбинированные комплексные методы лечения, развитие лекарственного лечения, оно все равно работает вот в этом направлении, вот эта динамика сохраняется. И я думаю, что это самое главное. То, что у нас много нерешенных задач, это само собой, и их надо решать. И поэтому такие наши совещания, такие собрания, но я надеюсь, что в будущем году это будет более обширная аудитория, более заинтересованные лица. Спасибо. Я думаю, достаточно. Большое спасибо. Вопросы? Подождите, не уходите. У меня есть вопрос. Я очень рад, что вы представили эту информацию. Я вижу, что у вас очень много данных, книги напечатаны на русском языке, но я надеюсь, что вы сможете представить эти книги для международного сообщества. Мне очень интересуют данные по северо-западному федеральному округу. Я надеюсь, что вы сможете опубликовать эти данные в международных журналах, но надеюсь, что и другие регионы мира смогут оценить вашу работу. А, вы не слышали, да, перевод? Ну, я скажу вам то же самое немного позже. Так, давайте подождем. Так, слышите? Итак, я поздравляю вас с тем, что вы предоставляете большие данные и намного больше информации, чем я даже ожидал. Я понимаю, что это все делается на русском языке, и, как правило, все это делается в виде книг. А, понятно, очень хорошо. Я просто надеюсь на то, что вы вместе с вашими коллегами сможете опубликовать эти данные в международных журналах, чтобы эта информация стала доступна для международного сообщества. А, хорошо. Ну ладно, большое спасибо. Очень хорошо, спасибо. Так, я переведу и опубликую под вашим именем, правильно? Пойдет? Ну, не знаю. Есть ли еще какие-то комментарии, вопросы, пожалуйста. Еще раз большое спасибо за вашу презентацию. Спасибо.